Добро пожаловать на наш урок шведского. Для всех, кто также говорит по-русски, может, во всяком случае, понимать. Хочет. Окей, мы начнем с датомом и поговорим о воде. Что это за датом? Датом 15 апрель. Датом 15 апреля. 124. 124. Абсолютно. Абсолютно коррект. Абсолютно коррект. Абсолютно. Брэта на ом вилкет ве датом. Датом 15 апреля. Датом 15 апреля. Датом 15 апреля. Абсолютно коррект. Датом 15 апреля. 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 Мэн сэн, но потом. Прямо, да. Ком сулен фрам. Я напишу. Мэн сэн, но потом, да. Мэн сэн. Хорошая, кстати. Но потом. Значит, ком сулен фрам. Выглянуло солнце. Ага. Ком фрам, это вот вышло. Прямо. Вышло вперёд. Ракт фрам, это прямо. Да, ракт фрам. Ракт фрам. И уны это унышер ния грады, фактически. И унышер ния грады, пресисом по сэр. Да. Ком тил ворд. Ворын коммер, ворын дрем. Ворын коммер. Ворын коммер. Идиотовский язык. Ман ленькар. Ман ленькар. Винтерклэдер. Зимная одежда. Винтерклэдер. Сложилась на скаф. Леггся в гардероб. Леггся в гардероб. гардероб, 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 да хänger, а хэнкс вешайся ага, не складываться, вешайся Да, можно также лежать в гардеробе, где можно положить, или повесить, хэнга, хэнга, ооо, эндлиген, 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 а, что это значит, что это значит, эндлиген, лежит где-то, расположено, не, а, лигер, лигер, а это леген, не, я сэс, ооо, суль, верме, энд, а, на вешалке, не, эндлиген, наконец-то, а, наконец-то эндлиген, в прошлый раз же это слово учили, да, хорошее слово, Можешь всегда употреблять слово, наконец-то, эндлиген, эндлиген, коммер вор, я, эндлиген коммер вор, я, эндлиген, Веточка, я тебе прислала, да, там задание, вот интересно, мне нужна твоя помощь в разборе, может быть, и мне, а, сейчас мы с тобой открываем это все, да, да, ну, это не знаю, смотри, вот 34 и 35, там надо немножко, ну, давай начнем с того, что тебе очень сильно, вот, 34 и 35, они, ну, похожи, мало того, что они начинают играть с, с глаголами, и вот здесь интересное задание, да, патикель, патикель, вот, и, и тут видишь, как или там, или там, или там, или там, и я вот, в общем, короче, я прям делала, и вся запуталась. Окей, ну, это, да, это несложно, сейчас начнем. Да. Вот они у тебя этот, я, по-моему, рассказывала, да, что есть такие глаголы, которые состоят не только из самого глагола, но и еще к ним пришпандоривают маленькую частичку, которая может быть. Вот частичка, да. Да, вот патикель, это переводится как частичка. Частичка, да. Да, да. И что? Эти частицы, они могут даже менять совершенно смысл глагола, самого глагола. У нас это в русском языке происходит с помощью приставок разных, понимаешь? Приехал, да. Да, заехал, уехал, да. Уехал. Вот все они у нас идут впереди, вот, ну, все ясно, они впереди идут. Вот здесь же, если это утвердительное предложение, ну, с точкой, с комой, и когда идет вопросительное предложение, совсем все по-разному. И вот здесь у меня немножечко, ну, в общем, тяжеловастенько мне было, и перевести, мало того, что мысль понятен, но, в общем, ну, давай, наверное, начнем. Вот первое, да, вот эту частичку по, нам надо поставить или перед Мэй, или после Мэй. Да, здесь. Сара Хельснингар. Хельсар. Это Сара здоровается, да, Хельсар, это... Ну, вот здесь, кстати, кстати, интересная вещь. Вам, наверное, говорили, что когда фразовый глагол, вот этот партикель-верб, то ударение должно ставиться на частичку, на партикель. И вот, смотри, если ты скажешь Сара Хельсар Пуа Мэй Идо, да, ты слышишь, я сказала Сара Хельсар Пуа Мэй Идо, да, слышишь, как я делаю ударение не на Хельсар, не на передает привет, а на Хельсар Пуа, на вот эту частицу, и тогда это означает, что Сара ко мне сегодня в гости придет. Вау! И я уже пришла, да. Если я скажу Сара Хельсар Пуа Мэй Идо, это будет, что сегодня она мне привет передает. Но это, конечно, немножко странно. Вот, вот. То есть здесь, конечно, имеется в виду, что Сара приходит ко мне в гости. Пуа Мэй Идо Пуа Мэй Идо, Сара Хельсар Пуа Мэй Идо, Сара Хельсар Пуа Мэй Идо. Второе, тоже утвердительное, Петер Филер и Эдфурд. Как вообще его... Как его вообще перевести? Это заполнять. То есть филер... Вот и филер заполняет правильные слова или как это? Да. Это как это? Ну, он заполняет правильные слова. А может быть, вот в данном случае не ты, Ольга, вставляешь правильное слово. А. А, Петер. То, он филер и рет улд. И здесь опять, слышишь ударение, как я говорю? На и. Да. Филер и рет улд. Хельсар Пуа. Да, да, да. Ага. Хельсар Пуа. Филер и. Так, по третье у нас идет вопросительное. Да. Удобное слово. Титархан Ют. Титархан Ют. Титархан Ют. Титархан Ют. Титархан Ют. Через или через окно? Как бы или из окна? В окно. То есть он выглядывает в окно? Выглядывать. Титархан Ют. Выглядывать. Ну, можно сказать, смотреть. Перевести. Выглядывать лучше, конечно, потому что там будет у нас эта приставка. Вы, да? Ют. Титархан Ют. Ага. Хельсар Пуа. Титархан Ют. Титархан Ют. Титархан Ют. Титархан Ют. Титархан Ют. Окей. Тира. Тоже вопросительный. Комер Тогет. Ин. Комер Тогет Ин. Приходит поезд сейчас? Сейчас, да. А ин, как он? Сейчас? Нет, нет, нет. Не высечу, а коммер ин. Ходит, ходит. Помнишь у нас, ну, не у нас, фраза-то, которую мы говорим, войдите, коммин. Да, коммин. Да, это то же самое. Какое слово. Так, пятая фюрстур. Титархан Ют. Титархан Ют. И что, де Тиль? как как стоит вот это точно не переведет ну правильно не приведешь если не знаешь это обычная фраза как дела как дела это то же самое как ну как у тебя дела обстоят до стоять стоять до да 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 ты значит отвечаешь не забудь вот это тиль значит тиль не только в направлении куда-то играет она еще играет подчеркивая вот да да здесь она используется как вот обстоять обстоять то тиль и что тиль стигер я конечно стигер сразу потому что какая-то есть я фигеру стучиво разовый глагол да да встаешь но так как это вопросительное разбивается местоимение ду стигер ду уп а перевести как во сколько ты а ешь а во сколько окей я то есть первое переводится как это переводится как сара сегодня ко мне приходит да 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 я форсту да петер филирри ретт орд петер заполняет заполняет правильный слава петер заполняет правильный слава коммер тогет и нын сейчас приходит поезд поезд и что да тиль как дела я когда встаешь на сколько ты встаешь а во сколько точно во сколько так чуть чуть да не 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 есть что вверх там еще а И следующее тоже будет интересно, ну, так, варьи, варьи, так, вот дэлла, это, Дэлла разделяет, а дэллают, это раздает, раздавать, дэллают, да? Пермила Тигнингер, ага, газеты, газеты, она, естественно, не раздает, а что она делает? Разносит, да? Ага. То есть в данном случае это газеты. Значит, Ут Тигнингер. Варьи, дэлла, дэлла, Ут Тигнингер. Каждый день Пермила разносит газеты. Разносит, угу. Ут сыграла именно в газетах, да, поэтому к нему относятся. Нет, Ут относится к дэлла, к глаголу, дэлларют. Вот даже смотри, учитель, да, например, когда он вам даёт какие-то задания, и бумагу он, он что делает, вот эти бумажки он вам даёт? Дэлларют, паффер, дэлларют. То есть он каждому, да, у него пачка бумаг, и он вот каждому даёт по бумажке, да? Дэлларют. Возвращаясь к ударению, ударение должно стоять на частицу. Иначе тебя не поймут. Из-за того, что это обратное предложение, то перед Сиднингер Ут ставят, но не Дэллар Ут Пермила, а Дэллар Пермила Ут. Дэллар Ут, Сиднингер, Вагедак. Ага, всё. Окей, о. Тогда здесь Иквэль Арбэтер, Я, Эвэль. Здесь, здесь, абсолютно коррект. Вечером я работаю более чем, да? Ну да, да, и как ты переведёшь это более русским языком? Сегодня вечером я работаю... Ну, как всегда. Наоборот, Эвэль, ты сказала, больше. Эвэль, это значит, больше положенного времени. То есть во время восемь... А, перерабатываю, да? Да, да. А как переводить русским языком? Сегодня я... Сверхурочный, вот. Сверхурочный, да. Окей. Так. Нио. Я перду... Тильнюю? Я. Абсолютно. Я перду тильнюю. Я перду тильнюю. Поможешь ли ты мне сегодня? Ну, сейчас, вы спросите. Да, поможешь мне? Поможешь мне? Поможешь мне? Поможешь мне? Ага. Пио, это... Снон, лисер. Винтермёркет. Ну, наверное, лисеруп. А, абсолютно. Здесь у нас прямой порядок слов. Да. То есть, никаких таких... А лисеруп, это светит ярче или ещё освещает? Да. Да, здесь будет как освещает, да? Освещает тьму, зимнюю тьму. Тьму, да. Лисеруп или высвечивает, да? Тоже так можно сказать. Ага. Или подсвечивает, подсвечивает. Ага. Окей. Ага. Я бы, кажется, я... Урубаюсь. Ага. Нер битер... Нер битер... Нер битер дю ом. Я. Молодец. Когда... Нет. Во сколько... Или вот, наверное, когда меня... Обмениваешься? Или как это сказать? Битер — это менять, да? Да, это менять. Битер ом. Пере... Менять, да? И они обычно так говорят про одежду. То есть, когда ты меняешь, например, рабочую одежду на обыкновенную. Битер ом. На битер дю ом. Когда ты переоденешься, типа... Ага. Ну, здесь может быть, наверное, всё-таки... Если ты скажешь вот так вот, битер ом. Я битер ом. То есть, я переоденусь, переодеваюсь. Или переоделась. Не то битер ом. Переоделась. То есть, в прошедшее время должно у тебя... Глагол должен стоять в прошедшем времени. А, если переоделась, значит, переодеваюсь. Ага. Да. Битер переодеваюсь. Битером переодеваюсь. Когда переоденешься ты, да? Да. Здесь. Да. Или переодев... Да. Когда ты обычно переодеваешься. Ага. Так можно переводить. То есть, здесь всё от контекста зависит. Вот, например, если ты пришла с работы, да? Ага. И твой муж говорит... Давай, садись, я приготовил ужин, да? Комби это? Вот ты сэр... Вента. Я переоденусь. Ага. Я пере... Сейчас я переоденусь. Да. То есть, это будет уже будущее время, да? Я переоденусь. Да? Подожди, я переоденусь. Будущее время. Я. Да. А если, например, если, например, там, я не знаю, там, в кабинке, в Prove Roommet, и, ну, как это называется, вот в магазине, когда меня... Меря, меряй. Да, ты меряешь что-нибудь, и там раз так, это какой-то, ну, женщина какая-то... Кто-то, да-то. Да. Я битером. То есть, это уже настоящее время, да? Я переодеваюсь. Я битером. Ну, я поняла. Я вижу, что... Ок, тольфа... Тут вот, вот здесь прямой, значит, привязанный к этому. Дом окерунд и стандин. Да. Дом окерунд... Они ездили, ну, как это, вокруг, вокруг, да? Да, они кружили по городу. Кружили по городу, да. Да, на машине, да. Окей. Ага. Ну, давай тогда, сейчас, если я поняла, ну, вот здесь вот, дальше чуть-чуть усложняется. 35. 35. Ну, мне кажется, на скрипт... Тот же самое, не? Да, но тут уже чуть-чуть... Тот же самое, не? Тот же самое. Тот же самое. Дом гор. Да. Дом гор ин уфта тильмэй. Дом гор. Не, дом гор офта ин тильмэй. Офта ин тильмэй. Здесь вот офта всегда идёт после, да, глагола. Ну, да, то есть идёт этот, так называемый скрипт вербиал, да, вот этот, опта. Ну, он или здесь, или как бы в конце, да, его ставят ещё, или нет? Или это не он? Ну, это как... Ну, да, 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 нет, его в конце не ставят. А, алдрик. Да. Это вот алдрик в конце. Да, 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 алдрик ин тэ. Ага, дом гор офта ин тильмэй. Ну, я иду, я старую. По этому я хожу. Другая немножко, здесь они вот эти садцы вербиалы ещё стоят. Ну, вот, да, да, видишь, я вот... Они ходят часто ко мне, или как, или... Не, не, не. А, да, да, то есть они приходят часто ко мне. Или, ну, можно сказать, заходят. Заходят. Заходят, ага. Ну, город, да, интимэй. Окей. Так. Копларду ав альдрик? Не. Копларду ав альдрик ав. Так. Варфор. Да, ну вот смотри, здесь немножечко сложнее, потому что они дали тебе садцы вербиалы, вот эти вот. Да. Ну, как, да, которые всегда идут за... Местоимением, да? Ну, нет, не местоимение, а субъект. А субъектом. Да, то есть будет субъект, верб, да, группа. Да, я. Это когда прямой порядок слов. Прямой, да. Потом, значит, когда обратный порядок слов, у нас будет верб, субъект. И потом сразу же идёт вот этот садцы вербиал. Всегда, да, садцы вербиал. И он, может быть, уже сказала. Инте, алтит, альдрик, офта, санше. Да? Идёт дальше. А потом, когда у нас партикель верб, когда у нас партикель верб, идёт вот этот вот партикель. То есть верб, да? Да. Верб. А партикель потом, мы напишем партикель. То, тогда будет смотреть. Вопросе. Вот вопрос. Коплар ду, да? Коплар, верб. Ду. Альдрик. Объект. Альдрик, садцы вербиал. А потом партикель, ав. Значит, если будет прямой порядок слов, то будет так. Ду, Коплар, Альдрик, ав. Окей. Перевод. Расставить, да? Нет, не расставить, это расслабляться. Коплар ав. Коплар ав. Расслабляться. Расслабляешься ли ты, Альдрик, всегда, да? Наоборот. Альдрик это никогда. Ой, никогда, никогда. Ну, ты никогда не расслабляешься? А не расслабляешься. Ага. То есть, ну вот как нас. Ты что, никогда не можешь расслабиться? А я никогда не напрягаюсь, да. Ну, точно, да. Окей. Третье. Ага. Комер, Ду, Ин, Де, Ин. Я. Вот сейчас ты правильно уже поняла эту систему, да? Да. Комер, Думэн, Де, Ин. Опять, ударение. Комер, Ду, Ин, Де, Ин. Я. Комер, Думэн, Де, Ин. Не, не приходите, не придете вы, да? Ну, не, не придете, а войдете. Войдете. А, вы не войдете? Ага. То есть, заходи. Комин, да? А здесь, коммер, Думэн, Де, Ин. Коммер, Думэн, Де, Ин. Они что, не зайдут? Не зайдут? Да? Вопрос. Фира. Варфор, Ельпер, Ду, Ин, Ти, Ти. Я. Молодец. Варфор, Ельпер, Ду, Ин, Ти. Почему не помогаешь ты? Да. Почему ты мне не помогаешь? Не помогаешь. Да. Ин, Ти, Ти. Окей. Так. Варфор, Хельсар. Ду, Альдрик, Помэй. Вот здесь вот смотри. Вот мы с тобой говорили в первом, первом, в самом первом предложении о том, что если ты скажешь Помэй. Хельсар, Ду, Альдрик, Помэй. Мей, Помэй. Да. А, смотри. Вот здесь можно и так, и так. Варфор, Хельсар, Ду, Альдрик, Помэй. Это будет, значит, почему ты мне, со мной не здороваешься. Не здороваешься. Да. А если ты скажешь Варфор, Хельсар, Ду, Альдрик, Помэй. Это будет, почему ты ко мне не заходишь, не навещаешь меня. Угу. Понимаешь, да? Да. А место ты совершенно правильно определила. Правильно место поставила. Очень. Ну вот именно Хельсар, Хельсар, Хельсарпо, и Хельсарпо, Нон, это вот такая вот, такая немножечко такая, закавычка там такая. Ага, так. Здесь можно перевести и так, и так, в зависимости от того, как ты произнесёшь. Можно перевести, почему ты ко мне не заходишь никогда, и можно перевести, почему ты со мной никогда не здороваешься. То есть два перевода, может быть. Вот, видишь? Так, номер секс. Так, это прямой, да? Нет, обратный. А, я-я-я-я, обратный порядок, точно. Да. А, как вот перевести? Потому что хоппор, это же прыгать? Да, пропускать, то есть ты через что-то перепрыгнула, перепрыгнула, и в фигуральном смысле, в метафорическом, вот, например, перепрыгнешь через завтрак, можно сказать. Да, или ты перепрыгнешь через какую-то вечеринку. Грубо говоря, это я пропускаю, когда я пропускаю. Да, да, да. То есть в твоей линии жизни ты это не пройдешь, этот отрезок времени, ты его перепрыгнешь. Окей. Тоже обратный. Это редко. Да, молодец. Ага. Тоже будет тогда у нас. В конце. Да, после сасадзербиала. А как перевести? Ну, до 9 он очень редко просыпается. Ну, не просыпается, а встает с кровати. Сигерут. Это не просто проснуться в окна, но и встать с кровати. Сигерут. До 9 он как не встает, да? Да, точно. До 9 он редко встает. Да, да. Угу. Так, вопросители. Are better do Aldrich over? Молодец, правильно. Перерабатываешь ты не всегда, да? Нет. Смотри, Aldrich это никогда. Никогда. А, никогда ты не перерабатываешь. Да. Или ты никогда сверхурочно не работаешь? Не работаешь. Угу. Вер, окей. Вот. Как хорошо, что ты мне подсказала. Так. Ага. Теперь у нас прямой порядок. Хангельсар. Хун. Хун. Ой, хун. Хун. А я тут так не пускаю. Хунгельсар. Офтапо син папа. Молодец. Вот сейчас ты правильно все расставила ударение. Да. Да. Хунгельсар офтапо син папа. Ну и как ты перерабатываешь? Он, он. Она. Она. Ой, она здоровается часто. Ну, 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 ну. Видится, да, видится часто со своим папой. Да. Или навещает. 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 Она навещает. Да. Она навещает часто. Вот если бы ты сказала здоровается, тогда бы сказала хунгельсар офтапо син папа. И все. А хунгельсар по это навещать. Да. А если ты скажешь хунгельсар офтапо син папа. Тогда да. Навещать. Угу. 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 Они вам объясняли вообще эту грамматику? Или как они там у вас делали? Угу. 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 Окей. Угу. 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 Поп-музык. Угу. 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 все иногда и связываю как-то не очень интересно я вот себе беру вот такие дополнительные всякие штучки еще я это успевали это понятно то есть ты делаешь быстро и тебе нужно еще что-то делать да мне надо писать и почитать там перевести ну там потом конец растягивается во времени там полтора часа перерыв полтора часа три раза по полтора часа и вот это вот когда уже на второй раз вот это вот одно и то же такое уже думаешь что ну блин уже у тебя сложно для взрослого мозга вот ибо я себя тем самым немножко так сказать вот пишу нахожу вот такие всякие штучки но прикольная я могу тебе прислать может ты кому-то будешь давать там куча просто единственное что она в перевернутом короче по вертикали ну там выставляешь у тебя все нормально в телефон и потом я все в тетрадку себе там переписываю мало не поняла и тем самым и вот учу а здесь такое вот сделала задание а тут прям стопорнулась и думаю нет наверно со светлами надо хорошо но это сложная сложные вещи партикель верб очень сложная вещь ну вот и поэтому да вот запомни очень полезная вот из этих вот упражнений которые мы сейчас сделали вот одна фраза который нам встретилась очень полезная если встретишь ее узнавай то есть ты можешь ее в разговоре не как-то не узнать если у тебя ухо не натренировано она встречается довольно редко потому что это довольно официальная фраза как дела да то есть обычно вот на этом твой шеф например он тебя так спросит как дела не просто он может вот так тебя спросить или она и конечно просто замечательно если ты ответишь детство братиль детство братиль так дет дет тур тур братиль братиль окей да 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 будь готова будь готова ага можно конечно просто ответить бро да просто хорошо ты что детей бро но если ты скажешь вот этот детство братиль то поверь мне заценят а я так говорю уже заценят это не стоит ладно но все равно да я согласна да вот это значит хорошо хороший такой момент был в этих упражнениях И вот второй момент – это когда вот «хельсапо» или «хельсапуном». Окей. А ты смотрела сериал вот этот вот «Хиттахэм»? Нет, «Хиттахэм». По-моему, он «Хиттахэм» называется. Окей. На шведском языке про то, как девочка, она, по-моему, из Португалии, да, по-моему, а он из, ну, арабы, из Сирии. Окей. И как они ходят на СФИ, и, в общем, как они ищут работу, ну, в общем, учат этот язык, и какие с ними там ситуации там весёлые. Ну, вот он что-то не поймёт, и там эти шведы какое-то своё там седло там у коров, ну, вот как вот мы там скажем что-то, а он, ну, так впечатляется. Там по шесть минут, по семь-шесть минут серия идёт. Мне давно советовали этот сериал шведский, по-моему, да, «Хиттахэм» называется. Окей. Очень, ну, вот я слушаю, ну, не знаю, наверное, 40-30, может, я понимаю. Ещё пока мне сложновато. Угу, всё равно хорошая тренировка. Да, вот, называется, да, «Хиттахэм», да. Тут три сезона, и он на шведском, можно и включать свои субтитры, можно сначала слушать, и потом в Ютубе идёт распечатка, если тебе надо, ты можешь увидеть, что они говорят. Ладно. Вот, вот такой сериал. Ну, они там уже смотрят, нам сказали, типа, те, кто новенькие, посмотрите. Ну, там интересно что-то, как же он сказал, седло у коровы, или как-то так вот, у них есть какое-то выражение, что типа... Ай, даже не вспомню. Это во второй серии. Сейчас я, наверное... Сейчас я, Светлана... Это очень, ну, смешно было, так сказать. Ага. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, в русском есть выражение, как корове седло. Как корове... Да, а, копоисен. А, копоисен, окей. Копоисен. Это корова на льду. А, как корова на льду, точно, да. Но, знаешь что, сейчас я скажу. Ку-ко-исен. То есть, вся, все выражение будет и нен-ку. Никакая. И нен-ку-поисен. И нен-ку-поисен. Вот это вот все выражение. И нен-ку-поисен. Ну, и ты поняла, что это значит? И нен-ку-поисен. То есть, никак... То есть, нет коровы на льду. Нет. Ага. Никакой коровы на льду нет. И нен-ку-поисен. Ну, у нас говорят это, когда у тебя все из рук влетит. Ну, или вот ты поняла, вот у тебя все не это. Ты как корова на льду. Ну, типа, ноги разъезжают, соврестно. Понятно. Понятно. Я почему-то это думала... А у них как в каком это... А у них выражение и нен-ку-поисен. Значит, ничего страшного не случилось. Ничего страшного, потому что у них вся эта фраза не закончена, только половина. Ага. И нен-ку-поисен. Ом-рум-пан. Или рум-пан. Пан-эр-по-лан-дет. Если попа на земле... Я рум-пан тоже... Что-что? А попа я запомнила. Рум-пан. Рум-пан. И нен-ку-поисен. Солен-не. Солен-не. Рум-пан-эр-и-лан-дет. Вот. И если мы это всё переведём со второй частью, то уже можно будет понять, почему они так говорят. Смотри. Значит, корова. Корова. Не на льду, пока её задняя часть находится на берегу, на земле. Угу. Да? Ага. И понятно, что... Ну, чё ты беспокоишься? И нен-ку-поисен. То есть корова ещё не на льду. То есть вот когда корова будет на льду, вся, когда и её задняя часть будет на льду, тогда надо беспокоиться, тогда нужно корову спасать. А пока что у коровы, корова сидит на земле, ланда, земля, да, на земле, она сидит своей попой там. Чё там беспокоиться? Не, корова вызовет. Ну, то есть её не надо спасать. Да. А вот здесь, получается, он звонит своей учительнице, ну, в сериале, чтобы она ему объяснила, что это за выражение. Она говорит, что это дед эр лугнт. Люнт, пресисть. Люнт, от дед инте эр нон фара. Я, пресисть. Вот нон фара, я не знаю, что такое нон фара. И нен фара, инте нон гот фара. Нон эн, а с кружочком и эн, нон фара, это то же самое, что... Ногон, эн фара, опасность. Ага. То есть, ну, огон, или то же самое, что... Ничего страшного, да? Да, никакой опасности. Никакой опасности. Вот, то есть, это вот... Ну, успокойся. И нен купоисен. Никакой опасности. Ну, да, и потом он что-то... А, закрылся же в туалете, сидит, ей звонит, и этот стучится, спрашивает, что... А ему уже учительница рассказала, что это, типа... Никаких проблем. И он спрашивает, что-то случилось, ты сидишь так долго в туалете? Он говорит, дэд эр инген копоисен. А, ну... Типа, никакой опасности. Ну, в общем, вот такой чуть-чуть даже с юмором сериальчик. Да, очень даже полезно. Да. Полезно. Так что все, кто хочет прокачаться, кто еще уже даже прокачанный, можно посмотреть. Да. Много времени не занимает, и интересно, и вот даже с юморцом. Да, да, с юморцом еще лучше. Но, можно сказать, что понимать вот такие фразеологизмы, да, устойчивые фразы, идиомы, это уже более, это, можно сказать, высший пилотаж. То есть, естественно, что интересно, да, узнавать вот эти все, копаться в нем. Но когда их будет много, когда вот ты смотришь аутентичный какой-нибудь фильм, где они используют много таких, то будет, конечно, сложно. Нет, тут вот маленькое выражение, а все остальное очень таким вот простым этим. И только вот такой маленький акцент делает на чем-то. Да, хорошо, замечательно. Или, например, вот тоже в первой серии там он имел в виду, что ты проверил комнату, а ему показалось вот это слово, что он или украл, или как-то вот похожее есть. Или ты убрал, а он украл, подумал. И что он такой, нет, я ничего не крал. А тот испугался, думает, что он так реагирует. Я же просто спросила у него. А, окей, окей. Ну вот, вот так вот обыгрывается, интересно. Ну вот только до веселья посмотрела, уже вот столько вот есть впечатлений. Да, ой, классно, конечно, классно. Да, так что вот так вот. Ну, всем советую. И, конечно, хей, мин, мама. Светлана. Я, 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 я думаю, что я не выложила в YouTube последний наш урок. Выложила. Выложила? Выложила, да, мама смотрела. Хорошо, хорошо, я уже забываю. У нас есть, кто следит за этим. Молодец. Она мне всегда, почему нет лекции, Ольга? Окей, хорошо, хорошо. Понятно. Я говорю, мама, пиши, пиши Светлане сама. Я не напишу. Где урок моей дочери? Пусть не стесняется, пусть пишет. Ага. Почему-то я семестр перепутала с ты, выложила. Я сказала сенастэ. Сенастэ. А, сенастэ, ага. Сенастэ. То есть не говорят последний, не тосица. Она говорит сенастэ. Если я скажу последний, то она как бы уже может восприниматься как больше не будет. Окей. Сенастэ. Угу. Да. Берем. Берем. Окей. Ни горви стира минутэ. Березте фэмэй, ваджи ска юра имморан. Я эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Он дал задание. Он гав. 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 И так, вора я... Как гладить будет, есть стрика, 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 я стрика, постельная бельонка, если бы не было. Бед, 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 о май гад, ну вот бед, клядер. Да, да, бед, клядер. Диска стрика, окей, диска стрика. Я подключу кляду. И клядку тоже. Да, да. И клядку, клядку, клядку. Как плядку, клядка у мен, клядку. Клядку, клядку. Аминоман. Немен, jättebra планер. Немен, jättebra. И студера lite svenска. Ja, абсолютно. Варьи dag, lite grан och det blir jättebra resultат. Ja. Men då avrundar vi vår lektion. Tack för idag. Ja, tack så mycket. Hejdå. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hejdå.